МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржекин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 78% трассы газопровода пройдет по территории Карагандинской области. Завершается проектирование газораспределительных сетей для Караганды, Цимиртау и Жисказгана. В Карагандинской области увеличился показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил начальник департамента полиции Мергенбай Жапаров. В Караганде будут делать уникальную операцию по восстановлению функций позвоночника. Нейрохирургов клиники имени профессора Макожанова учат делать инновационные малоинвазивные операции. 78% трассы газопровода пройдет по территории Карагандинской области. Завершается проектирование газораспределительных сетей для Караганды, Цимиртау и Жисказгана. Об этом шла речь на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. Стоимость строительства магистрального газопровода составит более 260 миллиардов тенге. На сегодняшний день схемы газификации городов согласованы, определены очереди и первые пусковые комплексы. По Караганде район Михайловки, Цимиртау район улицы Степана Разина, Жисказган район Престанционный и поселок Талаб. По документам все полностью. Мы с каждым, у нас имеются эксперты в госэпертизе. Проект находится сейчас в Караганде. Здесь не филиальный, мы с ними отрабатываем. Решили здесь заслужить, да? Здесь делаете? Да. Направили сюда, головняк направил сюда, и мы здесь с экспертами отрабатываем полностью. Давайте в ноябре вытащим, получим? Мы стараемся, Лариса Ханчича, уже с экспертом. На первом этапе газификации будет охвачено порядка 18 тысяч человек и 460 юридических лиц. Строительство планируется начать в 2019 году. В целом же реализация проекта позволит обеспечить газом 1 миллион человек. В Карагандинской области также активно продолжается работа по изъятию неиспользуемых земель. Для местных исполнительных органов разработана специальная памятка с рекомендациями. В социальных сетях созданы посты, на которых разъясняется земельное законодательство. Особое внимание уделено неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения. Площадь походнопригодной земель, как было сказано, это 215 тысяч гектаров, числяющие за 753 землепользователями. Управлением совместно с Акиматовым районом приняты меры в отношении 191 субъектов землепользования на площади 74 тысяч гектаров, что составляет 35%. На рассмотрение Акиматов района на сегодняшний день остаются 562 субъектов на площади 140 тысяч гектаров. Вместе с тем было отмечено, что отделы земельного отношения Абайского, Нуринского, Сакаровского, Шетского районов не принимают меры в отношении выявленных недобросовестных землевладельцев. Кроме того, в районах и городах до сих пор не созданы уполномоченные органы по контролю над использованием земель. По городам в основном не используются земли, выданные под строительство. Тоже посмотрите, это лидируют города Караганда, Балхаш, Жесказган, Тимир, Таусарань. Всем Акимам до 15 ноября представьте информацию с разъяснением поезд неиспользуемым земельным участком. Глава области также отметил, что вопросами рационального использования земель сегодня занимаются органы прокуратуры, поскольку глава государства в своем послании дал конкретное поручение по поводу эффективного использования имеющихся площадей. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Прикрепить ребенка в поликлинику, не выходя из дома. Это стало возможно на портале ЕГОВ и в Телеграм. В Карагандинской области проходит традиционная акция свободного прикрепления в поликлинике. Выбор поликлиники за вами. Теперь казахстанцы могут прикрепить своих детей в поликлиники, не выходя из дома. Сделать это можно с помощью портала электронного правительства и Телеграм-бот. Для этого необходимо иметь лишь электронную цифровую подпись. Стоит отметить, что данная функция стала доступна только в конце октября текущего года. Однако воспользоваться ею могут не все. В этом году у нас впервые в Казахстане открылась такая услуга прикрепления детей через портал ЕГОВ и через Телеграм-бот. Но эта функция недоступна для детей, которые родились до 2007 года. Родители могут из дома через ноутбук, имея электронно-цифровую подпись, могут своих детей прикрепить онлайн или через наши центры обслуживания населения. Выбор медицинских учреждений довольно велик. В этом году с Фонда медицинского страхования заключили договоры 118 организаций области. 58 из них частные. Ожидается, что это позволит развивать здоровую конкуренцию на рынке медицинских услуг. Компания свободного прикрепления во всех регионах Казахстана продлится до 15 ноября. На сегодняшний день этим правом воспользовались более 18 тысяч жителей Карагандинской области. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области увеличился показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил начальник департамента полиции Мергенбай Жапаров. В здании областного филиала партии Нур-Утан состоялась отчетная встреча с населением. Первую отчетную встречу начальник департамента полиции Карагандинской области провел с населением Караганды. По словам Мергенбая Жапарова, криминогенная ситуация в регионе улучшилась. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Сократились преступления средней тяжести. Стало меньше убийств, изнасилований и краж. На этом положительная динамика заканчивается. Хуже обстоят дела на дорогах. На 43% возросло количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Вместе с тем остается сложная ситуация в дорогах области. Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 24%, раненых на 25%, наблюдается значительный рост числа погибших при ДТП на 43%. Для стабилизации аварийности на территории области, уважаемые коллеги, нами проводится большой объем работы. На отчетной встрече присутствовал и Аким Городан Урланова-Киров. Он отметил, что в ближайшее время городские власти уделят внимание освещению дорог и улиц. Для этого по линии государственно-частного партнерства будут реализованы два крупных проекта. Первый проект – это так называемые энергосервисные контракты. Существующее освещение передать инвестору, который будет содержать и за счет внедрения энергоемких технологий приведет в порядок все освещение с учетом элементов диммирования. И второе – у нас есть перечень улиц, на которых нет освещения, но это везде так идет. То есть порядка 100 улиц мы посмотрели сейчас, 50 взяли улиц в Октябрьском районе, 50 улиц в Казбийском районе для того, чтобы передать и осуществить такой проект, большой проект услуги закупа освещенности через систему государственно-частного партнерства. Больше половины уголовных правонарушений приходится на областной центр. В связи с этим проводится работа по улучшению криминогенной обстановки в городе. Чаще всего карагандинцы подвергаются кражам. Руководство департамента полиции заявляет, что на ближайшие годы запланирован ряд оперативно-профилактических мероприятий для решения данной проблемы. Также Мергенбай Жапаров заявил, что задачей первостепенной важности для правоохранительных органов остаются реформы. Согласно поручению главы государства, уже разрабатывается дорожная карта по модернизации казахстанской полиции. В планах Министерства оптимизации штатной численности НВД сокращение управленческих изменений, избавление полиции от несвойственных функций, кардинальное изменение критерий оценки полиции с ориентиром на уровень доверия общества, чувства безопасности у населения. Одним словом, все дальнейшие изменения в системе правоохранительных органов будут направлены на завоевание доверия граждан и обеспечение прозрачности. Отчетные встречи начальника департамента полиции будут проводиться до 23 ноября. Следующие на очереди – Шахтинск, Джесказган, Садпаев и Тимиртау. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде будут делать уникальную операцию по восстановлению функций позвоночника. Нейрохирурга в клинике имени профессора Макожанова учат делать инновационные малоинвазивные операции на позвоночник. С практическим мастер-классом в Караганду приехал специалист новосибирского НИИ травматологии и ортопедии. Врач-нейрохирург новосибирского НИИ травматологии и ортопедии демонстрирует казахстанским врачам так называемый сагиттальный баланс. Он представляет собой равновесие всех изгибов и отделов позвоночника, необходимое для оптимальной фиксации. При кефозе, лордозе и других искривлениях сагиттальный баланс нарушается. Новый метод предполагает, что перед операцией врачи оценят профиль позвоночника и будут планировать вмешательство с учетом параметров сагиттального баланса. Этот метод позволяет проводить операции на позвоночнике без тяжелых последствий. Особенность ее в том, что по последним данным можно провести расчет. Этот расчет применить в операционной, математическую модель составить и согласно этой математической модели спланировать операцию, ее выполнить. А целью этой всей планы, этой модели – это хорошее самочувствие пациентов после операции и в значительной степени отказ от повторной хирургии на позвоночнике. Установка протяженной малоинвазивной транспедикулярной конструкции. За этими малопонятными для простого человека словами скрывается новейший метод лечения позвоночника. Обычно после первой операции человека приходится оперировать повторно. Внедрение нового метода оценки состояния пациента позволяет добиться нужных результатов уже после первого вмешательства. В клинике имени профессора Макожанова заявляют, что они внедряют только те технологии, которые проверены временем. И это одна из них. Те новые методы лечения, которые где-то возникли, и проверенными временем, их нужно внедрять. Только их. А хватать и внедрять все, что возникает, и сразу брать – это не совсем правильно. То есть сейчас есть понимание, что их нужно делать. Когда это понимание возникло, что их нужно применять, мы приняли решение, что мы тоже будем этим заниматься. Разработчики технологии заявляют, что у пациентов боли в спине и конечностях уходят, и они могут вести активный образ жизни. Впервые в Казахстане данная технология будет внедрена на базе медицинского центра клиники имени профессора Макожанова. Ее применение позволит снизить выход на инвалидность из-за тяжелых вертебральных патологий и вернуть пациента к нормальной жизни. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Танец на мечах, песни о горных вершинах Кавказа и главные лирические мелодии. Карагандинские творческие коллективы принимают участие в Республиканском фестивале «Кавказской культуры», который в эти дни проходит в Кустанае. Мероприятие проходит в четвертый раз и с каждым годом набирает популярность. География фестиваля «Кавказской культуры» расширяется. Впервые на сцене фестиваля выступают алматинцы. Самые юные танцоры ансамбля «Горец» сразу же покорили публику. Помимо гостей из южной столицы в Кустанай приехали артисты из Павлодара, Атрау и Караганды. У нас можно увидеть за два часа на одной сцене такую палитру Кавказа. Такое многообразие танцев, песен. Здесь и традиции, и обрядовые танцы. В общем, в принципе, весь Кавказ собран здесь у нас. Республиканский фестиваль «Кавказской культуры» в Кустанайской области проходит уже в четвертый раз. Концерт всегда собирает много зрителей. На этот раз даже зал областной филармонии не вместил всех желающих. А посмотреть действительно было на что. На сцене зажигательная лезгинка, лирические и шуточные танцы, сольные выступления и даже танец с оружием. Сами танцоры заявляют, что несмотря на многообразие танцевальных жанров и специфику танца каждого народа, на Кавказе есть свои каноны хореографического искусства. Девушка, конечно, должна быть нежна, скромна. Она не должна смотреть парню в глаза. Она должна плыть в танце словно лебедь. Парень же подобен горцу, подобен орлу, который парит над девушкой, который ее украшает своими движениями, руками, и в то же время он ее оберегает. Организаторы фестиваля обещают, что в следующем юбилейном фестивале все пройдет гораздо масштабнее и грандиознее. Провести концерт планируют уже в здании новой филармонии, зал которой вместит тысячу зрителей. Миром Гольц, Алкимбаева, Андрей Тимофеев, Андрей Тен. Первый карагандинский. В заключительном матче домашней серии карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» одержал убедительную победу над Воронежским «Бураном». Матч завершился со счетом 6-1. Первый отрезок матча карагандинские хоккейсты провели робко. Счет открыли гости. Автором единственной шайбы в команде соперника стал Руслан Хасаншин. Под занавес первого периода карагандинец Марк Лыбкань сравнял счет, отправив шайбу в раздевалку гостей. На первый перерыв команды ушли со счетом 1-1. Во второй 20-ти минутке подопечные Дмитрия Максимова удачно провели контратаку и оформили три шайбы, авторами которых стали Дмитрий Стулов, Олег Ломако и Тадос Кумеляускас. В заключительном периоде карагандинские хоккейсты забросили еще две шайбы. Воспользовавшись численным преимуществом, Эдгар Сингсна поразил ворота соперника пятой шайбой. А за 47 секунд до окончания игры Дмитрий Стулов оформил дубль в матче. Матч завершился с разгромным счетом 6-1 в пользу хозяев льда. «Такой анализ игры сделать команда быстрее нас была. Второй период мы проиграли и проиграли игру. В третьем мы не смогли ничего сделать. И в конце удаления, там сколько, 8 удалений, там они забили два еще. Но провал был во втором периоде, когда нам забили». «Считаю, что должны были уже в первом периоде где-то вопросы решать. Пропустили гол, завелись. Хорошо, удачно, скажем, провели контратаку. Ну, потом ребята, маленько, раскрепостились, почувствовали. Тем более, болельщик давно хотел. Количество голов этих больше, чем, как коллега отметил, больше, чем один гол. Но сегодня очень здорово сыграли защитники в атаке. Из 6-4 забили гол. Тоже не может не радовать». Блестящей победой завершилась очередная серия домашних игр «Сарарки». Команда отправляется на выезд в город Орск. Следующую встречу карагандинская дружина проведет 8 ноября против местного клуба «Южный Урал». Андрей Дан, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин